Радио Теос Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на Радио Теос. Всем привет! С вами «Формула семьи» на Радио Теос. Как обычно, в 14.00 по будням по московскому времени. Сегодня у нас четверг, 11 августа. И в студии Сергей Толоконников. Добрый день! Здравствуйте, Эля! Здравствуйте, радиослушатели! Ну что, сегодня поговорим про эталоны супружеских отношений в продолжении прошлой недели. На кого вы стремитесь быть похожими в семье? С кого берете пример? Какой образ идеальной семьи вам ближе? Продолжаем разговор. Друзья, если у вас есть какой-то ваш, вами найденный, вами обнаруженный, обычно это бывает совершенно случайно, такой эталон, который греет в ваше сердце, и вы заприметили его в качестве такого маяка для себя, поделитесь, пожалуйста. И у нас есть возможность, конечно, поделиться в эфире прямом не только за счет звонков, вот можете нам позвонить, но и за счет того, что вы напишете послание. Это более аккуратная форма, которая не подразумевает разговора, но, тем не менее, иногда это будет очень продуктивно, и очень успешно некоторые пользуются этой возможностью. Так что, пожалуйста, призываю вас, поделитесь. Поделитесь тем, что для вас является эталоном. Кто эти люди? Кто это? Кто эти семейные пары? Кто примерно? Конечно. Кто эталон? Я хочу начать с того, чтобы погрузить нас в некоторый сюжет, в воспоминания такого фильма. Фильм, который называется «Белый солнце пустыни». Думаю, я так вот, я не уверен, что более молодое поколение этот фильм видело. Ну, тем, которым в районе 25 уж точно его должны были смотреть. Фильм сам по себе невероятно милый, и в нем много очень таких слоев интересных, но главное, ради чего я сейчас упоминаю этот сюжет, это, собственно говоря, тема образов, тема семьи, тема семейных отношений. Но это же наш контекст, мы должны об этом с вами говорить, ища формулу семьи. Так вот, сталкиваются две формулы, которые сильно-сильно отличаются. Сюжет фильма таков, что красноармеец Сухов, отвоевав на фронтах, где-то вот на востоке, пробирается потихонечку к себе домой в Россию, к своей собственной жене, и немножечко застревает, поскольку ему поручают в том числе отбитый у Абдулы, бандит Абдулы, Гарем. Он должен его сопроводить до определенного места. И вот так складывается его судьба. Вместе с ним этим озабочен еще и такой молодой его помощник Петька, который невероятно, так вот сыгран очень обаятельно актером. Петруха. Петруха, да, Петруха, который в конце концов так трагически погибает. Но что же в этом сюжете происходит? Вот Гарем — это понятный образ Востока. Востока, о котором мы говорили в прошлый раз, но здесь понятная совершенно парадигма. полигамия, когда это форма семейных отношений. Ну, скажем так, полигамия только со стороны мужчин. Вообще оно так и называется, со стороны мужчин полигамия. А со стороны женщин это будет называться полиандрия. Все, все, молчу-молчу. Когда используют слово полигамия в отношении мужчин, это совершенно неграмотно, потому что гамос — это жена. Но не только жена, это вот женщина. Нам надо провести эфир вообще о том, откуда эти термины взялись и как это все происходит в нашем мире. Ну, мы потихонечку так и будем просвещением заниматься, потому что этот эфир будет ужасно скучный. Его немало кто будет слушать. Если мы одними термиями начнем разговаривать, то это просто вянут уши. Так вот, вот это вот полигамное такое отношение к семье, где множество женщин собрано вместе. И оно вызывает, не вызывает во всяком случае у этих самих женщин каких-то проблем. И Петька там пытается познакомиться с одной, как раз Гельчитай. Он все время просит ее открыть личико. Да, Эля, вы тоже видели, и по улыбке понимаю, насколько вот этот сюжет он трогает. То, что он действительно фильм снят потрясающе органично, и с юмором, с сарказмом там всего хватает. И когда Сухов его застает за этим делом, что он пытается снять паранжу, потому что... Но он не снимает паранжу, он просит Гельчитай паранжу снять. Гельчитай — это самая молодая из жен, находящихся в Гареме Абдулы. И Сухов говорит, что же ты делаешь? Ну, как-то ты... Это же неприлично. Это же для них вообще табу. Он говорит, ну, а как же так-то? Вот хочется, чтобы... Вообще у меня серьезное намерение. Я жениться хочу, говорит Петруха. А как же это сделать, не увидев лица? Вот возьмешь замуж, а вдруг окажется крокодил какой. И мучаясь потом всю жизнь. Вот рассуждает Петруха. Помню, помню, да. Там еще один... Вот видите разные парадигмы. Насколько важно увидеть лицо? Вот для Петрухи это крайне важно. Для нас, живущих в европейской части страны... Без этого нельзя. Да, без этого нельзя. Хотя много времени было так. Ничего страшного в этом не происходило. Страшного. Ну, может быть, мы не знаем, конечно же. Если вы спросите, хотел бы я в этой ситуации оказаться, я бы, конечно, ответил, что нет, я не хотел бы. Для меня выбор важен. Но для меня важен сознательный выбор с учетом множества каких-то вот вещей. А насколько это важно для вас? Как вы думаете, это вообще важно? И насколько важное значение это имеет для семейного счастья? И вот я продолжаю сюжет. Там очень важный есть еще момент, когда жены в Гареме начинают подозревать, что вот у них вроде как Сухов теперь новый хозяин, новый муж, потому что Абдулы на горизонте нет, и они все время ходят с Суховым. Они говорят, что-то как-то плохо-то с нами обходится хозяин, он даже не приходит к нам, и вообще дело пахнет керосином. Наверное, плохо к нему относятся гельчатай. И они ее, значит, снаряжают, отправляют, нам там танец живота пришла исполнять. И Сухов, товарищ Сухов немножечко ошалел от ситуации, и начинает с ней разговор с этой молодой девочкой. Как же так? Что происходит вообще? Она говорит, ну как, нормально же все? Вот я должна, значит, как-то понравиться, я должна тебе как мужу угодить. Он говорит, нет, у меня-то есть жена. Она говорит, а какая проблема-то? Он говорит, и тут Тарис Сухов в некотором таком ступоре начинает объяснять ей, что есть вообще проблема, что вот у нас так не принято, что вообще для нас важно, чтобы вот один муж и одна жена, и вот это вот и есть семья. И когда эта девочка начинает соображать, она перечисляет, загибает пальцы и говорит, ну как же получается, одна готовит, одна стирает, одна детей воспитывает, одна в доме убирает. Она говорит, тяжело. Тяжело. У меня такое рассуждение отвлеченное, тяжело. А это же ведь действительно тяжело. И, значит, Сухов слышит это все и говорит, ну как бы вот его речь такая реплика, которая парирует. Ну, с другой стороны, нужно же показать как-то и превосходство таких отношений. Говорит, ну, с другой стороны, одну тебя любит, об одной о тебе заботится, одной тебе презенты дарит. На этом пальцы закончились у Тариси Сухова. И вот такая картинка. И, в общем, в размышлениях они так расходятся. Друзья, вот столкновение двух культур, разных парадигм. Я не буду спрашивать, насколько вам кажется уместным для жизни парадигмы Востока. Может быть, кто-то хочет на эту тему высказаться. Пожалуйста, есть возможность. Пожалуйста, звоните. Пожалуйста, пишите. Но мне хотелось бы, чтобы мы увидели, что эталоны, которые есть у нас, они берутся откуда-то. И вот какие же эталоны вам кажутся наиболее точными и верными, почему и какие эталоны у вас, друзья. Вот с этим я и пасую в вашу сторону предложения писать и звонить. Друзья, звоните нам, пишите. Друзья, мы хотим с вами поговорить. Номер прямого эфира 8 800 333 17 06. Мы ждем вашей истории. Ну а сообщения можно отправлять не только через сайт, а также через мобильное приложение Radio Teos. Оно доступно в App Store для айфонов, Play Market для андроидов. И еще у нас же есть WhatsApp и Viber. Я думаю, сейчас современное поколение, которое скачивает, и не только современное, кстати, скачивает приложение Radio Teos, у них, наверное, есть приложение или Viber, или WhatsApp. Так что, друзья, вы можете отправить сообщение к обычной смс-ку через это приложение нам на номер плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девяносто шесть. Так что нам пишите, звоните. Будем ждать вашей истории и зачитывать все. На все ответим, на все вопросы. Вот, друзья, ну я повторю свою просьбу. Опять же, если у вас есть какой-то ваш эталон, есть какой-то пример счастливой семейной жизни и какая-то семейная пара, будь то ваши знакомые, будь то ваши родственники, может быть, это какие-то герои каких-то произведений, они у вас есть. Пожалуйста, поделитесь. Потому что, знаете как, ну не жадничайте, скажем так. Это может стать для кого-то очень большой поддержкой. Кажется, что, знаете, вот оно все само должно происходить. Мы второй раз с вами говорим на эту тему, потому что, на мой взгляд, она очень-очень важна. И ее трудно обойти. Потому что на что ориентируемся, то в итоге и выстраиваем, то и получаем. По крайней мере, у нас гораздо больше шансов есть получить хороший, положительный результат, если мы прикладываем усилия. А семья — это такое дело, которое без определенных усилий, усилий достаточно регулярных и достаточно больших, она сама вообще как-то вот не выстраивается. Нету семейного счастья там, где люди просто сложа руки наблюдают. Необходимо иметь какой-то план строительства, план движения, ориентир. И ему следовать хоть каким-то образом, хоть в какой-то степени. Поэтому, друзья, вот это и оказывается, на мой взгляд, важной темой в вопросе семьи. Если уж мы с вами формулу семьи пытаемся обнаружить, то точно эталон, какой-то пример в этом вопросе оказывается очень-очень важным. Вот, друзья, вот тогда давайте так. Эля, покуда нам никто не пишет, не звонит, придется мучить вас. Давайте. Ну, вопрос первый. Насколько важно и насколько необходимо вот видеть того, с кем нужно будет выстраивать отношения? Это радикальная такая постановка вопроса. Вот для вас это насколько важно и насколько в вопросе обретения семейного счастья такой вот момент, который ну никак не объехать. Я сижу улыбаюсь, потому что именно в этот момент муж зашел в студию нас фотографировать. Да, и вот поэтому все как-то очень неуместно. При живом-то мужу-то говорить важно-неважно. Да нет-нет, друзья, на видеотрансляции нас, кстати, могут видеть всех. Смотрите, подключайтесь к Ютубу. Насколько важно, я не смогла бы быть человеком, наверное, которого бы я ни разу в жизни не видела, а тут он мой муж. Хотя бы, ну, хорошо, разберём все аспекты. Чё там было, чё у Гильчатая было, значит, готовить, стирать, убирать, гладить? Но хорошо, какое-то отношение имеет, образно говоря, к человеку, который рядом с тобой. А вот спать с ним в одной кровати, подходить к нему, обнимать, целовать, любить, это же отношение между мужем и женой. Как я могу так относиться к человеку, в которого я не влюбилась, которого я не узнала, который для меня чужой? Я просто не могу себе эту представить ситуацию. И знаете, я некоторое время назад не то чтобы увлекалась, но смотрела различные сериалы, документальные фильмы о жизни людей там в 15 веке, в 16 и так далее. И были же моменты в разных культурах, даже в нашей культуре, когда жена и муж, они друг друга видели в первый раз после свадьбы, вот, скажем так, на брачном ложе. Для меня это шок. Я не понимаю этого. Не принимаю. А вот смотрите, не случайно же ситуация разворачивается так, что не только в разных культурах, но даже в истории, в нашей собственной истории, в нашей культуре происходило именно так. И очень часто. То есть подавляющее большинство случаев семейных пар именно так и выстраивалось. Там же родители договаривались о браке. Там договаривались родители. Да, мы это не переживали, нам трудно войти в ситуацию, которую мы не видели. Но кажется, что... Я все больше с возрастом прихожу к мысли, что не это является радикальным. А что же? И подождите, что значит, не это является радикальным? Не это является основой семейного счастья. Конечно, нет. Но вы-то меня что спросили? Смогла бы ты? Нет, не смогла бы. Вот я и ответила. Хорошо. Я спросил же вот еще как. Насколько это было бы залогом семейного счастья? Вот это не могу ответить. Правда, очень сложно понять. Вот этот вопрос, он же другой. Другой. Вы видите ли, да, что он иной. Мог бы, не мог бы. Я сразу честно признался, что если бы мне дали возможность выбирать, я бы ситуацию такую постарался бы избежать. Ну, потому что мне тоже трудно. Моя парадигма, она тоже вот та, которая есть у нас сейчас. Она соответствует этому образу, этому представлению. Но оно же появилось совсем-совсем недавно. И я отдаюсь и в этом отчет. Вы знаете, я представляю эту ситуацию. И если бы такая ситуация произошла, и вот мужа, которого я увидела бы первый раз за день до свадьбы, да, машет мне рукой, во время свадьбы, или там уже прям после торжества. Скорее всего, это было сватовство, когда там сватовство происходило в разных народах по-разному, но во всяком случае там первый раз, там смотрины были. Это же была такая вот церемония, когда смотрины были. Или это и была часть сватовства. Да-да-да. Кстати, еще царей наших, там Алексей Михайловича смотрины делали. Правда, они уже были псевдо, по-моему, потому что у него была любовь. Но не суть, это вспомнилось. Я о том, что если бы муж потом относился ко мне с любовью, с добротой, с заботой как мужчина, наверное, я смогла бы его полюбить. И фактор внешности, или просто не то, что внешность, а сам факт того, что ты видел человека в лицо, и ты знаешь вообще, кто он. По лицу же тоже многое можно понять, согласитесь. Наверное, я смогла бы себя преодолеть. Я согласен, что по лицу можно многое понять. Но по лицу можно и очень сильно ошибиться. Согласен. Есть такая хорошая поговорка. Встречает в пойдёжке, а про шайфу? Нет, даже другая. С лица воды не пить. Ой, я первый раз от вас слышу, честное слово. Это вот такая поговорка, которая подразумевала, слушай, тебе всю жизнь жить на самом деле не с физиономией симпатичной и смазливой, а жить тебе придётся с девушкой, которая определённым образом будет себя вести. Будет ли она тебе перечить всё время? Будет ли она заботиться? Вот что будет определяющим для тебя? И это вот оказывается очень непростой такой загадкой. И об этом действительно многие спотыкаются. Но вот смотрите, вот в культуре Востока, Азии, вот мы говорили там про Японию в прошлый раз, там очень сильно патриархальный уклад, такой укоренён очень здорово. И там тоже, ну скажем так, во многом, может быть, последние десятилетия там тоже сильно поменялось. Но тем не менее, так для основной массы всё-таки тех же японцев, которые живут не в Токио, да, и там не в Нагасаки, они, для них вот этот вот уклад семейный, он тоже определён теми форматами, теми парадигмами, которые в их культуре долго-долго, многими столетиями формировались. И там тоже, знаете, вот эта вот стерпица-слюбица, она тоже живёт. Индусы, у них та же самая история. На самом деле, если мы посмотрим на земной шар, то большая часть народов, населяющих нашу землю, она вот живёт по-другому, по-другому складывается жизнь, по-другому о браке думается. Вот как сказал один индус одной моей знакомой, об этом уже я говорил в одном из эфиров, он говорит, вы, говорит, европейцы, сначала влюбляетесь, потом женитесь, потом разлюбляетесь и расходитесь, разводитесь. А мы, говорит, в Индии делаем не так. Мы сначала женимся, потом влюбляемся и живём, и нам хорошо, мы счастливы. Вот, понимаете, другая парадигма совсем. А если не влюбились? Эля, а о чём вы говорите? Это исключено, да? Пожелились, не влюбились. Я думаю, что влюбились, не влюбились, мы разные вкладываем. Вот мне понятно, о чём вы говорите. Я же вопрос вам задаю не потому, что я не понимаю, о чём вы говорите, но потому что то, о чём говорил этот индус, оно сильно отличается от того, что мы, подразумеваем, подвлюбились. Они начинают любить человека, они начинают заботиться. Знаете, вот я всё больше понимаю ещё такой момент, что у нас чувство, которое называется влюблённостью, оно сильно преувеличено, оно задрано, оно выделено среди всех остальных, всего остального. И это сильно путает. Да, у нас есть какое-то сообщение. У нас есть очень интересное сообщение на сайте от Михаила. Вот оно. Здравствуйте, уважаемые Эльвира и Сергей. Очень рад вас видеть. Вы обсуждаете сегодня интересную тему столкновения семейных эталонов у представителей разных культур. Все христианские конфессии запрещают браки с иудеями. Мусульманке и сегодня в голову спеть, я выйду замуж за евреи. До середины 20 века массовых браков между христианами и евреями не было. А потом миллионы женщин-христианок начали «бросаться» на еврейских мужчин с целью замужества. А ведь женщины — это стрелянные воробьи. Их на мякине не проведёшь. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что модель христианской семьи сегодня не подходит женщинам и проиграла в соревновании с еврейской семьёй уже в 20 веке? Во как! Хороший вопрос, Михаил. Спасибо вам за вопрос. Чтобы обстоятельно ответить на вами поставленный серьёзный вопрос, нужно немножечко больше времени, чем то, что мы имеем в эфире. Но я коротко отвечу так. У нас 25 минут, Сергей. Успеете? Ну, давайте попробуем. Я отвечу, что нет. Отвечая на вопрос Михаила в той формулировке, которую он предлагает, проиграл ли христианский брак в соревновании с семьёй еврейской. Я отвечу, что нет. Я отвечу, что нет. Вот здесь, с одной стороны, любопытна статистика. Я понимаю, о чём говорите вы, Михаил, но сами цифры, я думаю, что их хорошо бы знать, сколько женщин погнались за мужчинами-евреями. Это раз. Второй вопрос, очень интересный и важный здесь. Эти еврейские мужчины, они какой предлагают, собственно говоря, этим женщинам образ семьи? Что именно парадигмально отличает то, что они предлагали, от того, что они уже имели в той же европейской культуре? Много еврейских браков, но это больше было, скорее, на Востоке. В Средневековье у евреев очень даже было распространено многожёнство. Вот как бы где-то веку к XVI этому это сильно угасало. Я не очень знаю про браки с еврейскими мужчинами, которые предложили бы, например, полигамию, и что вот женщины прям ломанулись, вот просто стрельные воробьи все стаями полетели, вот кормиться туда. Может быть, вы знаете, приведите тогда статистику, это было бы интересно. Я думаю, что дело не в том, что христианский брак проиграл, а дело в том, что как раз христианские ценности очень сильно вымыты, очень сильно они претерпели сильный натиск. И именно поэтому, мне кажется, очень важным эту тему поднимать. Мы где-нибудь в концовочке ещё поговорим о том, что сегодня делается у нас в России. Вот у нас июльским днём празднуется День Семьи в Российской Федерации, и вот это праздник Петра и Февронии. Казалось бы, ну вообще замечательный сам по себе момент, что хотя бы про семью вспоминается, потому что это правда очень важный момент. Да, в российской традиции, в традиции русского православия эти, скажем так, святые, принятых считать покровителями семьи. Но, друзья, вообще я хочу прям поделиться с вами, где там образец христианской семьи. Вот буквально после заставки мне хочется поговорить о том, а есть ли там образец христианских ценностей, в чём, собственно, христианская семья в этом эталоне для нас. есть ли она там или нет. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира Мы продолжаем разговор об эталонах супружеских отношений. Друзья, звоните нам, пишите 8-800-333-1706. Оставляйте сообщения на сайте с помощью мобильных приложений. Мы очень хотим услышать ваши истории. Кто для вас является эталоном? С кого вы берёте пример? И вообще, как вы поступаете, допустим, и чему вы учите своих детей? На кого нужно смотреть? На кого равняться? Ждём-ждём ваших сообщений. Вот мы тут, пока заставочка была, с Элей поговорили, и она мне подсказала, что нужно ещё прокомментировать важный аспект. Да, все христианские конфессии запрещают браки с иудеями, написал Михаил в своём сообщении. Вообще, то, что говорит Михаил, это не совсем так, мягко говоря. Почему не совсем так? Потому что для многих христианских конфессий, ну, прежде всего, для католиков и православных, и для тех конфессий, которые исторически уже сложившиеся, да, там было очень серьёзное противостояние иудаизму. Но вообще далеко не все конфессии вот так жёстко придерживаются и придерживались, да, во-первых, придерживались такого подхода, что с иудеями брак ни в коем случае невозможен. Смешанные браки вообще довольно непростая тема, непростая, но в наше время не поднимать её тоже нельзя. Но, с другой стороны, если вы знаете, что произошло, например, с католиками, с церковью, которая является в количественном отношении лидером среди конфессий в 20 веке, то вы понимаете, что там в том числе произошли пересмотры очень многих положений в отношении евреев, прежде всего евреев, да, как народа, как людей, представителей этого народа, и в том числе по отношению к иудаизму в целом. Те стереотипы, которые царствовали, главенствовали, они были отброшены. У многих протестантских конфессий, таких прям положений-то, о которых говорит Михаил, их просто даже и не было, потому что не до этого было. Часть из них формировалась уже там в 20 веке. Это вот последние какие-то направления такие. Вот, поэтому это не совсем точно. Во всяком случае, ситуация гораздо более мягкая на сегодняшний день, чем та, которая была 150-200 лет назад, и уж точно нет такого жесткого и однозначного запрета. А можно такой интересный вопрос? Вот приходит пара в храм к католикам или к православным, например, или к протестантам. Что им скажет священник, если один из них христианин, другая, еврейка или наоборот? То есть, по сути, смешанный брак. Как их венчать? Ведь венчают тех, кто оба верят в то, что Христос спасит. Это правда. Но тут будет все зависеть от того, кто этот священник. Я имею в виду его мировоззренческую позицию. Каково место в его мировоззрении семья? Каково место вот этим отношениям двух людей? Потому что, конечно же, венчание, оно подразумевает согласие одного и другого, и оно, так сказать, все-таки конфессиональное согласие еще подразумевает. А это уже сложный момент. Но точно могу сказать, есть в истории, в истории нашей страны, когда человек, будучи православным, вообще-то исповедовал такие, их не совсем правильно назвать протестантскими, но, скажем так, протопротестантские взгляды. И он в знак, в том числе, в знак несогласия с тем, что происходит в православной церкви, русской православной церкви, он взял в жены девушку, которая была еврейкой. А там же, как бы, вы понимаете, что переход из одного вероспадания в другое, ну, все было связано именно этнически. Это, конечно, был фурор. Это был 16 век. Это было очень такое поведение нехарактерное, но показывающее, что все не так глухо, как мы себе представляем, было в какие-то далекие времена. А что же скажет священник? Я еще раз говорю, что это все будет зависеть от того, насколько мировоззрение священника подвижно и какова иерархия ценностей там. Но вообще, вообще, думаю, что разные вещи скажут. В большинстве случаев, наверное, столкнутся люди с тем, что венчание невозможно. Но это не значит, друзья, давайте не будем путать венчание как определенный обряд. И бракосочетание это не одно и то же, друзья мои. Венчание это молитва церкви о благословении Божьем на рождающуюся семью. Это не значит, что если этой молитвы не случилось, то эта семья она не может считаться действительной. В глазах в том числе и церкви. Это не так. Это заблуждение. Это неправильное понимание библейских истин и, в общем-то, даже канонов. А бракосочетание? Бракосочетание это когда Леша сказал да, Катя сказал да, все в присутствии Бога сказали да, присутствующие на собрании согласились, священник благословил, свидетельство подписали. Это бракосочетание? Это бракосочетание. В этом смысле есть различия. Может быть, кто-то сейчас со мной бы очень сильно поспорил, но я не знаю на основании чего этот человек будет отстаивать свою позицию. Нужно, чтобы я не вижу в писании других оснований для меня более серьезных нету и в писании я не вижу считать по-другому, возможно, считать по-другому. Поэтому бракосочетание это не то же самое, что вообще даже в отсутствии священника бракосочетание возможно. Это прежде всего решение и провозглашение двоих и желательно, чтобы еще были свидетелями, потому что это важный и социальный акт. Это вот действие такое важное. Оно носит духовный характер и социальный одновременно. Поэтому давайте, чтобы не путаться вот в этих вот двух соснах, вот разнесем. Поэтому иногда действительно ситуация такова, что бракосочетание приходится делать без согласия каких-то священно действующих лиц, потому что они на это не идут, они на это не согласны. Но это не значит, что брак недействителен, друзья. И поэтому, возвращаясь к реплике Михаила, ситуация сегодня точно не такова, какой она была там сто лет назад, какой она была там даже пятьдесят лет назад. Это точно совсем не так. Запрета такого, жесткого этого запрета его нет. И это, в общем, неверно так считать. Давайте вернемся к Петру и Февронии. Наши слушатели точно будут ждать ответ. Петру и Феврония. Я для того, чтобы, друзья, нужно время, чтобы рассказать об этих персонажах. Но вообще очень любопытно, если даже вы сами попробуете найти что-нибудь про Петра и Февронию, вы сегодня уже затруднитесь. Я знаю только одну историю. И, в принципе, после чего, насколько мне известно, их и стали считать святыми. Что когда они умерли, в один день, кажется, да? В один час. В один час. Они умерли, их положили в разные гробы, утром приходят, они в одном лежат. И вот, я не знаю, легенда, не легенда, я не вдавалась в подробности. Ну, конечно, легенда. По очень простым причинам. Вот, друзья, знаете, есть какой-то эталон. Но вот, когда ты смотришь на этот эталон, то, понимаете, чем больше в нем сказочного, тем меньше ты способен ему следовать. Ну, что это за явление, да? Где были заготовлены гробы, чтобы, так сказать, вот сначала они порзень, а потом, как тот раз, и в одном гробу они оказываются, они оказываются вместе. Вообще, это 16 века, ой, на самом деле, в 16 веке это было собрано, как вот, зафиксировано письменно. А так там вообще довольно смущающий меня, по крайней мере, описательный ряд. Он действительно сказочный. И христианских таких вот эталонов я, в общем, не нашел в этом образе. Я не против Петра. Совсем нет. Я не против этой девушки, Февронии. А вы знаете что-то об их жизни? Да. Расскажите, потому что вот я белый лист в этом плане. Напишите мне историю Петра. Ну вот вы концовку, Эля, вы концовку предлагаете. Я только концовку знаю. А начало там, там же важно само начало. Я о нем не знаю. Петр, он из княжеского рода. Так. Он принадлежит к управляющей династии в городе Муроме. Такой замечательный. Есть такой. В старых муромских лесах. Вот. И в этом городе управляет его брат. По-моему, его звали Павел. Этот Павел управляет и к жене Павла. К жене Павла, так. К жене Павла прилетает змей, который ее соблазняет. И делает это регулярно. Вот так описано житие. Змей. Так, ладно. Прилетает. Прилетает. И соблазняет. И в итоге эта женщина, жена брата, по наущению Петра, который пытается решить проблему. Он видит, что что-то не так. Она выведывает у этого змея тайну его смерти. Знаете, это как Кащей Бессмертный. Понимаете, где там с яйцом, все эти истории. Оказывается, есть такой меч, который способен как оружие победить эту тварь. Петр отправляется, находит этот меч, и с его помощью как раз-таки убивает эту змеюку. Которую летучую. Ну, драконище. Все понятно. Но при сражении этот змей обрызгивает его своей мерзкой кровью. И Петр начинает болеть. И он покрывается, в общем, всякой нехорошей коростой. Попытки его избавиться от этого не увенчались успехом, пока он не нашел вот эту вот февронию. Девушку из простого рода, ее папа был бортником, ну, как бы древолазом. Человеком, который лазил по деревьям, чтобы собирать мед. Так вот, она знала тайну целебных трав. Вот такая вот история. В общем, она его вылечила. Она его вылечила, но не просто вылечила. Она ему сказала, что она готова его лечить, если он на ней женится. Понятно. Он говорит, что да, он женится на ней, если она его вылечит. И она начинает его лечить, но делает следующую штуку. Она на всякий случай смазывает все какими-то травами, по-моему, там, кроме одного из мест. И когда она говорит, ну, вот результат, давайте уже как-то долг платежом красим, он говорит, что не, что-то это, ну, не хочется, не пойдет такое. Она говорит, ну, понятно, обманул же ты меня. А поскольку осталось одно место, то оно было источником заражения, и он опять стал покрываться вот этой всякой ерундой. После чего она ему сказала, ну, как бы, выбор был за тобой. Он раскаивается, говорит, ну, не прав был, милая, согласен, каюсь. А после этого она действительно становится его женой. И он исцеляется полностью. Вот я не вижу во всех этих перипетиях особо ничего христианского. А жили-то, как они дальше, нормально? Они жили как-то, вот, знаете, своеобразно. Я бы сказал, там не так много описано про их жизнь, ничего не сказано про детей. Но в их жизни был еще такой момент, что бояре очень не взлюбили ее, потому что она из простого рода. Да, понятное дело. Вот. И, в общем-то, они его вместе с ней прогоняют. Они говорят, ну, коли так, мы уезжаем. Мы уходим. И, в общем, они плывут там где-то на челнах или на чем они там, на ладьях, на чем они плывут. Там есть один момент очень интересный, нравственный. Он озвучивается так. Во время этого плавания кто-то, находившийся, это, вероятно, из свита самого Петра человек, он стал как-то вот, ну, залюбовался, грубо говоря, Февроний. Она поняла смысл его любования и говорит, ну, мил человек, почерпни воду с левого борта от лодки и справа и попробуй. Он говорит, хорошо. Он пробует эту воду, она спрашивает, а какая вода вкуснее? С какой стороны? она одинаковая. Она говорит, ну, коль ты видишь, что вода одинаковая, ты должен же понимать, что женская естественно тоже одинаковая. У тебя есть жена. Почему ты при жене думаешь о ком-то другом? Грубо говоря, женщины не отличаются. Она укорила его. Интересная мысль. Да, он застыдился. Вот это, пожалуй, единственный нравственный такой ориентир во всей этой истории. Все. Дальше бояре возвращают их обратно и они правят в Муроме. Вот этим история заканчивается тем, что потом к концу своей жизни они уходят оба в монашество. И дальше вот эта концовка, о которой, Эля, вы говорите. В общем, по большей части все. Я скажу свое личное мнение, оно может отличаться от мнения слушателей наших, от мнения русско-православной церкви. И вообще церквей, я бы не хотела себе таких людей в эталоны. в смысле эту историю в эталоны. Для меня она не эталон. Для вас, Сергей, как? Для меня я бы сказал так. Вот этот момент с обличением этого боярина, он хороший. Но я правда, я вижу смекалку, я вижу какой-то такой сюжет очень жизненный, но я правда ничего не вижу здесь христианского. Я не вижу ничего, что вызвало бы у меня вот какой-то трепет такой и желание взять за пример этих людей. Я не говорю о том, какие они были, хорошие или плохие. Я просто в этом описании, которое нам сейчас предлагается как эталон, потому что других нету. Нужно хотя бы что-то. Но вот это полный рассказ, вы затруднитесь сегодня найти. Вычищено все, друзья мои. Есть только такой мягкий пересказ, и даже из которого еще сложнее понять, в чем же достоинство, почему они стали таковыми. Кроме того, что они потом умирают в один день и час, и вот эта очень сказочная история еще сопровождается тем, что они оказываются потом вместе после того, когда умирают. Вот и все. Иногда двух минут хватит, одного взгляда и все перевернутся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу Формула Семьи. Телефон прямого эфира 8800 333 17 06 Друзья звоните пишите ждем ваши сообщения в вайбер ватсап сообщения через сайт и также спешу напомнить у нас появилась почта если вы хотите сообщить о своей проблеме или попасть на консультацию к нашим психологам а порой просто выговориться пишите нам наш эмейл family нижнее подчеркивание формула собакамail.ru этот адрес также указан на наших страничках в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук так что захотите подписывайтесь формула семейная радио Теос там есть вся информация друзья у нас есть сообщение от Михаила он продолжает с нами дискутировать спасибо за сообщение он привел данные статистики будем доверять для эфира в Белоруссии на Украине в Российской Федерации 75-80% еврейских мужчин состоят в смешанных браках с женщинами не еврейками такая же ситуация с межрелигиозными браками сегодня существует и в США и в Германии естественно что женщины еврейки тоже выходят замуж за христиан вопрос number two он так написал number two какие внутренние и внешние магниты в кавычках так сильно притягивают христианок к мужчинам евреям Михаил мне сложно ответить я же не женщина я же не стрелянный воробей в этом смысле ответить что женщин так притягивает в мужчинах евреях мне сложно а вопрос number three а что притягивает евреек в не евреях в христианах вот как бы знаете он же вполне себе имеет место на существование такой же вопрос но статистика которую вы приводите она не объясняет то есть она не дает ответы на вопрос а какова парадигма то есть есть национальные какие-то вещи но послушайте ну каковы примеры каковы жизни этих людей чем они руководствуют каковы эти браки может они вообще светские чаще ну конечно же я так понимаю что статистика Михаила это прежде всего вот она относится к этническим таким параметрам а что происходит с ними как они живут ну в этом смысле все непонятно что я вам могу сказать что в евреях мужчинах женщин может подкупать это определенная страстность да это темперамент это темперамент это такой своего рода знаете как некоторый итальянец который распространился они разные вот это вот итальянский такой темперамент в евреях который может привлекать женщину да ну вот я бы так ответил ну а что тогда еврейских женщин не устраивает в мужчинах евреях можно вот мне ответить на этот вопрос если вы сами же приводите такой вопрос что 80% мужчин евреев находятся в смешанных браках женщин-то там больше это означает что женщины выходят замуж за кого-то другого вот он как раз и пишет естественно что женщины-еврейки тоже выходят замуж за христиан в этом смысле это очень интересная тема Михаил спасибо вам во-первых за то что вы нас слушаете во-вторых за то что вы подбрасываете такую интересную тему такой интересный разворот я бы сам с удовольствием понял бы ситуацию на сегодняшний день но для этого нужны такие довольно масштабные исследования которые много цифр нам позволили бы увидеть так глядишь мы бы разобрались что же происходит сегодня а мой тезис который я собственно в самом начале пытался развивать это тезис о том что друзья знаете семейное счастье счастье семьи это штука которая ну знаете такая почти секретная но вообще ее можно увидеть чаще всего эти люди остаются неизвестны чаще всего эти люди знаете как говорили собственно говоря это же от Сократа вроде как пришла мысль что если тебе повезет с женой то ты будешь счастлив а не повезет с женой то будешь философом в этом смысле Сократ был философом мы делаем определенные жена у Сократа была огонь да это было феерично друзья Толстой говорил о том что каждая несчастная семья она несчастлива по своему а каждая счастливая вот все счастливые семьи они счастливы одинаково в этом есть какая-то загадка в этом есть какой-то удивительный момент непонятный и нам легче и ярче нам проще увидеть несчастливых людей поэтому и произведения наша литература да и вся остальная она гораздо больше наполнена примерами несчастных браков несчастья которые случаются нежели описание каких-то вот счастливых вещей а что там описывать понимаете скучно ну скучно они счастливы в своем мирке им никто не нужен они даже распространяться об этом не хотят вот элементарный пример я ездила в отпуск сейчас с мужем неделю отдыхали и казалось бы надо постить какие-то фотки в социальной сети всем рассказывать да не хочется зачем нам так хорошо зачем вот Эля вы это и сказали но увидеть тех которые счастливы бывает так важно и нужно потому что это может стать счастье оно тоже заразительно оно тоже имеет вот такое вот у него есть природа оно тоже как грибок но за этим счастьем обычно у этих людей стоит большая работа она она не видна она находится под водой но общаться с людьми которые излучают это счастье нужно искать их нужно найти их бывает не так просто но когда вы находите то просто используйте возможность узнать рецепт их счастья закончить наш эфир хочу последним сообщением очень коротким пишет нам Станислав мужчины мечтают о женщинах женщины сбываются а мечты остаются друзья с вами была передача формула семьи на этой позитивной ноте мы заканчиваем разговор об эталонах супружеских отношений студии был Сергей Толоконников Эльвира Чепенко услышимся мы уже завтра а под конец эфира информационное маленькое сообщение друзья радио Теос это станция которая существует на пожертвование нам нужна ваша поддержка вы можете помочь нам отправив смс на короткий номер семь семь пятнадцать с текстом Теос пробел и сумма которую вы хотите пожертвовать любой ваш вклад очень ценен для нас информацию о других способах нас поддержать вы можете найти на нашем сайте teos.fm в разделе ваш вклад ну все до свидания всего доброго хитростями до магнетизма счастья любви не добьешься но тогда скажите как достичь его наши эксперты знают передача форм